Я по доверенности не могу производить операцию по счету моего доверителя, пенсионера, моего отца. Сейчас так можно, да? Сейчас можно. Вы записываете на личный телефон для того, чтобы куча чего потом посмотреть, да? Потому что я буду говорить. Мало ли там, что-то не так запишите, но это хорошо. Так, данные сверим ваши. Мы, Владимир Владимирович. Можно вас перебить? Я прошу под видеозапись не произносить мои персональные данные. Ну, тогда выключайте телефон. Ваш? И свой. Ну, я свои данные не буду распространять. А за свои персональные данные я переживаю. Как же я буду опрашивать, если вы не вызываете свои данные? Они у меня есть, но я хочу их подключить. Вы в данный момент пишите на телефон на личный телефон, правильно? Эти данные могут быть доступны третьим лицам. Я не хотел бы. Нет, я прямо смотрю после вашего ухода. Ну, тогда включите дозор. Дозор нет. Нет, тогда включите свой телефон. И свой свой тоже включается. Нет, я не знаю. Вы знаете, что можно делать с этой записью, что не можно? Я знаю. Знаете, да? То есть, в случае публикации мы с вами решили приликации, или что? Можете быть привлечены к административной ответственности. Вы с удовольствием. С удовольствием. Ваши данные. Вы кто? Значит, Майя Владимирович. Давайте я вам просто дам паспорт, чтобы не произносить все это. Так, и телефон только запустите вас, пожалуйста. Ну, если вы собираетесь удалить запись, как я иду, тогда зачем ей писать? Или вы что-то опасаетесь? Ну, я делал мой телефон. Проблемы какие-то. Вы что тоже пишите? В смысле, значит, проблема? Чего сам так разговариваете? Ну, вы сейчас меня... Вы чего сам так разговариваете? Как я с вами разговариваю? Что какие-то проблемы. Это мой телефон. Кто вам дал право меня записывать? Здесь происходит административная процедура, подача заявления. Все верно, все правильно. Я-то действую в рамках закона о полиции, а вы в рамках чего действуете? Тогда протокол составляете, пишите, что ведется аудиозапись. Вот какое-то оборудование. Видеозапись, что там идет. А я здесь отмечу, что была предварительная запись. Хорошо. Так, все, паспортов. По поводу произошедшего, что там было? У вас не пришла оплата, это понимаю, да? Нет, давайте вы послушайте меня. Значит, вопрос заключается в следующем, что я являюсь лицом, который действует на основании доверенности. Сейчас сразу писать. Соответственно, доверенность я с собой взял. Если есть необходимость, возьмете ксерокопию, сделаете. В банке она также имеется. На основании этой доверенности меня доверитель уполномочил производить операции по банковскому счету. А доверитель кто у вас? Мой отец Мамаев Владимир Дмитриевич. Так, Мамаева Владимир Дмитриевич, да? На данный момент работник, конкретный один работник банка отказывает совершить определенные операции, которые я прошу. Давайте конкретно, может быть, когда были в банке, и какие противоположители? 18 февраля я был в банке, делал заявление соответствующие… Во сколько примерно? Точно не помню, можно потом более детально посмотреть. Где он вечер? Ну, днем, скорее всего. Светло было. Видеозапись моего посещения, она выложена в социальной сети. В любое время суток находились где? В каком он? Ленинградская, 24. Сотрудник банка, фамилию не помню, Елена Александровна. Она на тот момент была старшая в банке. Банку можно создать, да? Ну, администратор, скажем так. Администратор банка, да? Ну, она менеджер по работе с клиентами, но это было… Вот сотрудники тогда уточним теперь. Это был выходной день, и, соответственно, кто-то же старший там остается, это… Она была самая старшая. То есть, дальше разговаривать с кем-то другим не имело смысла, потому что она, как самая старшая, решает все вопросы в тот момент. Это не банка? Елена Александровна, да? Да, Елена Александровна, да? Да, Елена Александровна. Можно уточнить. Что сделал? Ну, вот, соответственно, я обратился в полицию, вызвал наряд полиции, никто не приехал. Скажите, что она сделала или не сделала? А, значит, суть ее отказа заключался в том, что… Значит, мне нужно было оформить перевод денежных средств третьим лицам, а именно за коммунальные услуги, платежи. Ну, и что, он отказался выполнять перевод или что ли? Да. Так, перевод денежных средств размерен. Квитанции у меня с собой были, я сейчас точно суммы не помню. Угу. Мне нужно было оформить ежемесячный перевод организациям. В счет чего, то есть, денежный перевод? Куда вы хотели вы выявить деньги? Платежные документы у меня были такие. Я не очень вас понимаю. Вы пришли в банк на Ленина, Олеградская, 24, так? В отделении УСБ. Там некая Елена Сергеевна отказалась в оформлении перевод денежных средств. Елена Александровна. Александровна, да, здесь. Значит, непонятно куда и непонятно сколько, вы не помните сколько денег. Вам отказались? Поясняю. Значит, допишите, что с собой у меня были документы, необходимые для совершения вот этих банковских операций. Квитанция ЖКХ называется. Там указан платильщик, в смысле, получатель платежи. У вас была доверенность от отца Мобайева ВД, так? Да. Это на основании этой доверенности, значит, видимо на проведение каких-то денежных операций, да, вы пришли в это отделение Сбербанка на Ленинградскую, 24, так? Да. Для чего вы туда пришли? Для оформления перевода денежных средств, поручения оформить на перевод денежных средств третьим лицам. Ничего, что не понятно? Я так и напишу. Вот тут. Так, я находился в отделении Сбербанка, Ленинградская, Ленинградская, Южная, десятилетия, Я не помню. Я не помню, сколько копеек или рублей указано по итаку в этом. указан этим лицам так вы пришли 18 числа февраля и месяца на дневной время суток ленинградску 24 для оформления перевода нерс из третьим лиц видимо обратились как я могу догадаться к елене александровне значит сотруднику этого банка так естественно потолочек рада гильщик мы взяли талончик обратили значит что сделал елена александровна мотивировал как-то свой отказ оформлять перейдет переводе же средств третьим лицам или нет долгое время не мотивировала я в конечном итоге включил видеозапись все произведено на видеозапись в самом конце в итоге выдавим из нее что отказ ее основан на то что они по доверенностям такие услуги не отказ не оказывает выдавил смысле вы физического действия не применяли и сейчас что хотите спрашиваю но вы как думаете применяла физическое воздействие хорошо что в пользе ничем нибудь мировой сводка даже длительное время ничем не мотивировала но в конечном итоге заявила что основанием ее отказа является то что они данные услуги по доверенности не оказывают то есть если бы пришел личный пенсионер она бы это сделала то есть ее не устроил ваша доверенность такой причине нет она просто по доверенности не отказ доверенности всех устраивает уже неоднократно не снимаю я не знаю в чем проблема я хочу понять в чем проблема в этом-то сути заключается что непонятно потому что сотрудник за что вам пояснила что оформила бы перевод в случае наличия за счет вашего папу да да именно так то есть требует личное присутствие человека таким образом аннулируют вообще все выданные доверенности потому что смысл тогда в доверенности нет если человек лично будет присутствовать в присутствии моего отца игнорирую наречить доверенность да вы именно так то есть таким образом вы считаете ее действия самым православным правильно конечно 19.1 куап потому что есть определенный порядок подусмотрен гражданским кодексом я как представитель имею право по поручению своего доверителя совершать определенные юридические действия вообще берет согласен с вами иди должно было более того данный вопрос через примерно недельку или через две был урегулирован я разговаривал заместителем руководителя данного филиала она пообещала что вопрос будет решен как подходить из доверенности там просто проходом проходил и зашел в банк и с ней переговорил на слово все вопросы решен приходить из доверенности она посмотрела мою доверенность сиропопию себе на компьютере распечатала все да все у вас прописано все ну долго мы там были приходите все я пришел в удобное для меня время это в субботу на днях соответственно то же самое все стоял очередь подошел к ней и началось то же самое все при этом я оставался то что руководить руководителя все согласовано говорит и тогда руководителю и подходите то есть по такому принципу это опять же все записано на видео все это выложил социальные сети это как приложением к моим объяснениям можно точно раньше она доверенность в основном действовал трассе до действовала более того до этого вы оформлялись нормального до более твое каждый месяц снимаю пенсию каждый месяц правда да и дальше уже просто вынужден вот эти операции вручную сам все делать слава богу пока по доверенности деньги еще выдают на сроке есть на доверенность что сроки мнения все доверенность идеально более того это дает это доверенность направлении дважды первый раз когда мы ее оформили это что-то не устроило мы оформили второй раз все уже как они хотели все прописали каких какие слова должны быть все 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 вот но потом у них вот появилась такая ситуация они заблокировали личный кабинет моего отца это где ну знаете вот через интернет заходишь личный кабинет в приложении даже если они заблокировали и поэтому я не могу даже через терминал оформить вот эту вот услугу по ежемесячной чтобы платежи снимались в пользу третьих лиц то есть это можно сделать это по карточке это можно сделать но поскольку личный кабинет заблокирован я не могу это сделать через банкомат мне нужно в любом случае человеку подходить и вот они требуют чтобы был человек ну слава богу деньги хотя бы я могу снять то есть я каждый месяц снимаю деньги из этих денег я плату плачу коммунальные платежи и то есть в отношении значит выдачи наличных доверенность действует а вот то чтобы перевести допустим до этого нет кому-то еще то есть эти деньги и средства не согласны да вы теоретически можете вообще решить вопрос таким образом чтобы снять деньги с ним один самостоятельный как-то перевести куда угодно кому угодно от себя как мне других карточек с третьих листов но так вы не хотите значит и вы хотите чтобы вот со счета отца да да потому что по договору банковского счета вообще этот договор и предмет договора это именно операция по счету ну по счету банка то есть выпал банк должен выполнять требования своего клиента но в данном случае в моем лице ну да от отца то есть выдать деньги перевести деньги либо принять деньги друг третьих лиц это вот но суть счета банковского в этом и заключается то есть она ничем не мотивирует абсолютно ничем никакой нормы права и тому подобное просто мы по доверенности эту услугу не оказываем то есть мы потратили сумасшедшие деньги на доверенность на пересылку этой доверенности и так далее и в итоге мне конкретный работник сбербанка мы эти услуги не оказываем ничем не мотивируя а папа у вас не здесь папа не здесь а видео есть у вас сейчас есть посмотреть что он делает есть что-то добавить еще то есть я являюсь лицом который действует основание доверенности мое восемнадцать второго дня на время находился в отделении сбербанка ленинградского 24 для оформления перевода денежных средств этим лицам при этом сотрудник банка елена александровна оказался переводные средства длительное время ничем не мотивирует свой отказ через время она пояснила что готова форме перевод присутствие моего отца игнорирует наличие доверенности от его имени все еще раз да да в принципе все очень просто в общем да очень странно пока непонятная мотивация все-таки я же говорю что руководитель данного деления решил это вопрос я не знаю почему она себя так ведет поэтому я и прошу чтобы пресечь право нарушения чтобы прийти если ее привлекут к ответственность там замечали либо штраф 100 рублей ну хотя бы это даст ей повод нуждяющими доверенности не прилагали в до к вашему обращению какому очень но вы обращались по поводу того что не переводится деньги а это уже не помню но у меня с собой взял в музыку с помощью сделан че документ я с собой специально нашу все документы чтобы хоть и что показать но последний раз когда приезжали сотрудники ппс они как бы смотрели на доверенность как бы ненавиде это все зафиксировали в этот день деньги выдавали вот 18 февраля выдали деньги перевести отказались доверенность моего доверителя мама владимир дмитриевич я ком обращался чуть меньше месяца назад вы мне отказали в обслуживании поясните мне пожалуйста как решился вопрос подключение услуги автоплатеж при предъявлении доверенности не предусмотрено услуга длительное поручение для перечисления средств юридическому лицу в сбербанке не предоставляется основание здесь не написано мне нужно подключить информирование карточки информирование какой вас интересует ну вот когда приходит деньги поступают на карточку тому подобное нужно информирование через терминал я не смог это подключить потому что личный кабинет заблокирован примерно неделю назад разговаривал с заместителем руководителя он сказал что подходить из доверности этот вопрос решим подключим я сейчас с вами разговариваю значит заместитель руководителя вы здесь что делаете что дуркуешь потому что не надо дурковать этим еще раз говорю это чунать слова что ли не фильтруешь мои нет нет давай подключай тогда руководителя вызови с которыми разговаривал ты здесь самая старшая как мы сказали сейчас самая старшая решая проблеме я хочу с тобой на ты и не буду с тобой не вижу а что ты вызываешь вызывай полицию полицию заварить я постою пока не решу свой вопрос первый вопрос значит мне нужно основание отказа буду работать с другими клиентами будешь со мной работать все будешь со мной работать слушаешь меня нет я чуть сюда как на работу должен ходить что ты лыбу давишь что лыбу давишь говорю счете извините вопрос решает давать клиентам вопрос решает хотите полиции так вызывай у нас конфликтная ситуация ты не можешь решить не нужно она сделал чтоб нужно было что пожалуйста выбирать как хотите давай вызывай полицию и не сможет телефон я вызову ну чтоб не запись не прерывать включите условно данная услуга по доверенности не подключается мысли вы не можете подключить личный кабинет человек личный кабинет вы не можете подключить лично клиенту я могу подключить вот уверенность такие операции я совершаю вы как голову этого я не сдавая разговор буду я вести тебя это никак не касается учет не отвлекайте меня от работы елена александровна значит вы доверенность почитайте там все прописано в том числе уполномочили меня на данную операцию заместитель вашего руководителя читал эту доверенность вы ее каждый месяц у меня к серите дурачка не включайте посмотрите доверенность я еще со мной не служили женщина отойдите отсюда я обслуживаю конечно елена александровна не усугубляйте отдайте документы документы отдайте клиенту я не про свои говорю про те документы которые вам дали вне очереди вам дали документы вне очереди полицию милицию кому хотите мы с вами сейчас решаем вопрос давай давай тебе сказали не угли не нагнетая обстановку клиентов на другое окошко перенаправь пока со мной вопрос не решишь мне нужно решить два вопроса первый вопрос значит основание законные основания отказа это раз и второе это подключить интернет-банк извещение как он называется правильно себе на лбу пропиши и прими обращение еще что вам нужно я уже изложил свою мысль что не нужно но если ты не понимаешь о чем виноват что ли как тебе еще объяснить я накануне разговаривал заместителем руководителя данного отделения вопрос был решен она также читала доверенность все нормально то есть вопросов поэтому нету просто конкретный работник конкретно гадит мне нужно чтобы по банковскому счету производились операции предмет договора банковского счета это именно осуществление банковских операций то есть вы в одностороннем порядке отказывайтесь исполнять договор причем мотивируете это тем якобы вы по доверенности это не делаете вы чё ждете когда к вам пенсионер там на инвалидной коляске приедет или что для этого выдается доверенность значит любое ограничение прав граждан в данном случае вы ограничиваете права должны быть со ссылками на нормы права в противном случае это самоуправство незаконные действия я вам объяснил нет а потом что вы напишете вы чё печатная машинка то есть кроме доверенности никаких препятствий больше нету да то есть вы в принципе по доверенности в чем в чем сложность ведь вы знаете для чего выдается доверенность именно для того чтобы за доверить или совершать определенные действия то есть вы вот вот вы вдумаете за то есть вы хотите чтоб сюда пришел человек который предложим каким-то физическим параметрам не может этого сделать для этого он не выдал доверенность для того чтобы поручить своему сыну дошу год совершал определенные действия потому что он физически этого делать не может и вы сейчас на данный момент говорите нет нам плевать на законодательство нотариате на гражданский кодекс в любом случае они хотят здесь видеть пенсионера вот и сдохни но прижиму сбербанк я не знаю что они хотят они может думать что пенсионеры придется рука вам умер там еще что-то случился и деньги станции сбербанк на мой взгляд вы совершаете самоуправство и есть признаки мошенничества это вот мое личное мнение вам нужно ответить какие нормативные документы я могу это отправить и вам предоставить статьи гражданского кодекса смотрите вы можете делать все что угодно вам нужно урегулировать смотрите вам нужно урегулировать данный вопрос с клиентом ну не конкретно со мной а тем человеком которого я представляю вот на данный момент вы оказываете не мне а вашему клиенту по моему по моему владимиру дмитриевичу есть гражданский кодекс вот предмет договора банковского счета подразумевает любые операции мне нужно чтобы была решена проблема чтобы мне не приходить каждый раз и стоять эти очерки каждый месяц с этими платежами коммунальными чтобы автоматически эти платежи перечислялись чтобы это не делал не мой отец не я не делал по доверенности чтобы это был автоматом конечно более того каждый месяц они и снимают каждый месяц и лозят туда-сюда и туда-сюда и потом где-то примерно раз в полгода не и проверяю то есть они связываются с моим отцом он подтверждает что ты древность действующие все тут это катавасе не у него здесь потому что не правы может мне что каждый месяц я снимаю деньги каждый месяц они ксерят эту доверенность хотя она у них там есть уже я понял то есть ваше объяснение почитать только не 19 3 19 1 до просто если бы при сотрудниках полиции начали бы составлять протокол хотя бы начали сам процесс может быть она хоть как-то пояснила либо отказалась и либо ну что-то она должна как-то мотивировать свои действия ночи до и давайте мы так сами сделаем значит пообщаемся с сотрудникам банка все-таки выясним их мотивацию и правомерность действий а я тогда подготовлю компакт диски принесу вам без нарезки полностью все это фрагменты где она говорит конкретных факт отказа да да хорошо все тогда думаю и